Добрый день! Я Александра Чухрая, инструктор йоги. На сегодняшний день я преподаю йогу в течение пяти лет. До этого был большой стаж преподавания в танцах и сама занималась танцами с детства. То есть работа со своим телом, наверное, моя судьба. Ну и как и у многих инструкторов йоги, вы можете удивиться, история одинаковая, большие проблемы с позвоночным столбом. То же самое, позвоночник нездоров и пришлось искать альтернативные возможности его лечения. Таким образом, я пришла к этим занятиям, поняла, что именно здесь лежит мое здоровье. По мере того, как я начала преподавать и стали приходить люди совсем другого круга, совсем другого ментального уровня, задавали интересные вопросы и приходилось развиваться и самой. Таким образом, занятия йоги превратились из обычной работы в стиль жизни. Для меня это творческий процесс. Очень приятно видеть, как люди раскрываются. Очень приятно видеть, как их потенциальные возможности, они как бутон цветов. И вдруг этот цветочек начинает раскрываться. Кто-то просто почувствует себя здоровее через эти занятия, почувствует, что ему мягче в этом теле, ему удобнее, комфортнее. Он как-то дышит, он спокойнее спит, ему легче начать говорить с людьми и он расцветает. Лучше всего люди приходят заниматься телом. Большинство людей думают, что это обычная физкультура. Для многих так и остается. Уровень обычной физкультуры. Позанимавшись месяц-два, они что-то поменяют. Поменяют инструктора, поменяют зал, поменяют вид спорта. Но кто-то почувствует тонкое состояние, которое возникает во время занятий. Кто-то, вы уже слышали из отзывов, кто-то ушел окрыленным. Кто-то почувствовал, что внутри происходит нечто, дающее огромное раскрытие, огромного потенциала. Оказывается, у нас много сил внутри, мы просто не умеем ими пользоваться. И маленькое направление, маленькая указочка, маленькое изменение в положении тела, в положении головы, то же самое головы. Изменение в дыхании, изменение в умонастроении совершенствует человека. И многие уходят отсюда, понимая, что это то, что поможет мне двигаться по жизни. Поможет соединить воедино тело, ум и сердце. То есть, йога ведь не только физкультура. Мы достаточно много работаем и с умом. Достаточно много вопросов возникает о стиле жизни, о направлении. Тем ли делом я занимаюсь, испытываю ли я состояние счастья и полноты жизни, или я чувствую себя как в клетке, и нечто мучает меня изнутри. И задавая такие вопросы, иногда люди находят ответы, иногда нам приходится долго размышлять, иногда просто через расслабление физического тела. Все-таки человек — это интересная конструкция, созданная из материальной базы, сверху — интеллектуальной, и где-то внутри есть центр жизни — душа. Я очень много работаю с женщинами и преподаю пластику движения. И, оказывается, в этом движении женщина начинает чувствовать себя. И вот когда женщина, приходящая в первый раз и стесняющаяся посмотреть в зеркало, потому что она себя не может видеть такой, через несколько месяцев преодолев это все, мало того, что она видит себя такой, она видит свою красоту внутри своего тела. И вот это становится прекрасным, потому что эта женщина очень изменяется, она расцветает. И возраст здесь не имеет никакого значения. Когда приходят женщины, и вокруг них аура красоты, от них исходят вибрации, то есть они наслаждают этот мир своим видом, своим движением, своей речью. Они осознают свою красоту, они осознают красоту своего голоса, его вибрации. Они осознают, что каждый поворот головы кем-то будет оценен. И кто-то будет восхищен. То есть, таким образом мы совершенствуем эту вселенную, этот мир. Мы несем красоту. Господь всепривлекающий. Он привлекает красотой. И женщина ее имеет внутри, в своем материальном теле. Женщины, приходя на йогу, пробуют в танцах. И потом возвращаются на йогу. И бывает наоборот. Женщины, приходя еще танцевать, пробуют себя в йоге и возвращаются в танцы. И больше никогда не пересекутся. Есть девушки, которые занимаются и тем, и другим. И понимают, как взаимно это дополняется. Женщины, может быть, потому что женщине свойственно всегда что-то новое искать. Она хочет примерить новый наряд. Она хочет примерить новый образ. Она хочет узнать себя через материальное проявление. Там, где мужчина ищет себя в духе и в делах, женщина ищет себя в материальной наполненности. То есть танец, йога, тело. Тело – это проявление материальной энергии. И поэтому женщина, которая стремится к совершенствованию, наверное, именно поэтому женщины долго здесь задерживаются, они понимают, что можно совершенствовать это тело. И каким-то образом через это тело они достигают совершенства во всех своих проявлениях. Они видят гармоничнее эту Вселенную. Они понимают, как они в ней, в этой Вселенной, их тело с их движениями является неким узором. Узором. Как красивый восточный узор, сотканный из множества движений, так и женщина. Она собирает себя. Может быть, так можно сказать. Она собирает себя по крупицам. В приготовлении пищи. В умении ласкать детей. В умении успокаивать ситуацию. В умении дарить свое сердце. В умении как-то красиво двигаться и принимать гостей. В умении вдохновлять мужчин. Я вас благодарю за сегодняшнее занятие. Я вам желаю добрых выходных. Я вам желаю быть здоровыми, обрести себя. Каждый день пусть будет днем открытия, днем совершенствования. Каждый день пусть будет шагом в никуда, когда вы не знаете, что случится и случаются чудеса. Я вас благодарю. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.